Всем привет! С вами сегодня снова я, Виктория Крокус. Сегодня я снимаю видео о том, что я раскрасила и нарисовала в мае. Рисовала я каждый день. За апрель у меня тоже такое видео выходило. Не знаю, смотрели вы его или нет. Оно немножко по-другому называлось. Оно называлось «Мой скетчбук на отдыхе», так как я там рисовала на море. Если кто не смотрел, оставлю ссылку внизу в описании. Обязательно заходите и смотрите. Оно тоже интересное. Там в апреле я тоже много всего рисовала классного. Ну а если вы уже смотрели и хотите посмотреть теперь, что я нарисовала в мае, то оставайтесь со мной. Приятного просмотра! Вчера я вспомнила, что у меня есть маркеры. Я так давно ими не рисовала. И решила нарисовать одну такую летнюю иллюстрацию. Это окно, кирпичная стена, цветочки и велосипед. Велосипед тут на первом плане, так как он, наверное, является главным в этом рисунке. Мне очень понравилось рисовать, хотя рисовала я долго. Сам линейный рисунок раскрашивала, наверное, где-то минут 40, а вот линейный рисунок я делала часа два с перерывами. В общем, я стараюсь где-то одну иллюстрацию в день рисовать, поэтому эта иллюстрация подходит. Мне очень нравится, как смешиваются маркеры, как они пахнут, мне даже нравится. Не знаю, почему я так надолго забросила маркеры и стала уже рисовать больше акрилом и акварелью, но с сегодняшнего дня я снова вернусь к маркерам, обязательно буду ими рисовать, потому что мне даже мои подписчики писали, почему ты бросила маркеры, они у тебя вот просто так стоят. В этом скетчбуке у меня осталось совсем мало листков, то есть вот сколько я изрисовала, смотрите, видите, сколько много. Вот такие у меня тут рисунки маркерами есть. Обязательно вернусь к этому материалу, так что обещаю вам в следующих частях ждите побольше рисунков маркерами. Из раскрасок я почти вообще не раскрашивала в мае, потому что старалась больше рисовать, но вот эту вот раскраску от Казер Калор со сладостями я тут раскрашивала пирог цветными карандашами, еще не закончила, как закончу покажу. В мае для меня был немного экспериментальный месяц, потому что я начала рисовать акрилом, пробовать этот материал. Я очень много рисовала акрилом картины по номерам, но это совсем другое, когда ты рисуешь сам, то есть чувствуешь бумагу и как ты накладываешь цвет, смешиваешь акрил. В общем, это довольно-таки интересный материал, он мне понравился, в отличие от гуаши. Сейчас я вам буду показывать в основном мои работы, созданные акрилом. И первая работа, которая еще была создана в самом начале мая, я когда только приехала, это такой котик. Это, по-моему, вообще моя вторая работа акрилом. На розовом фоне по видеоуроку он в солнцезащитных очках. Очень интересный и веселый, мне он нравится. В общем, мне нравился очень сильно этот сюжет. Этот сюжет изначально был гуашью, но я уже переделала под акрил. Далее, что я нарисовала уже на холсте, это верблюд, очень-очень крутой верблюд. Золотые пески, у него пирамиды на фоне, небо такое интересное получилось, и это уже сделано не на бумаге, то есть котик на бумаге, а верблюд на холсте. Холст у меня грунтованный, 20х30 прямоугольного формата, не квадратный. Почему я захотела рисовать именно верблюда? Ну, как вы знаете, я ездила в путешествие, не буду опять все это рассказывать, и я там сфотографировалась с верблюдом. Вот моя фотография с верблюдом. И очень странная произошла ситуация там, потому что верблюд был очень красиво одет, и мне захотелось с ним сфоткаться. Владелец верблюда сфоткал, я ему дала одну лиру, ему это не понравилось. Он стал просить 10 долларов, чтобы вы знали, 10 долларов это 650 рублей, и ни одно фото с верблюдом столько не стоит. В итоге мы с ним договорились, по-моему, на 1 доллар, но зато у меня осталась фотка с верблюдом, причем очень классным. И я решила, что этот сюжет будет в тему после моей поездки. И работу акрилом на холсте я покрыла лаком акриловым. Дальше несколько экспериментальных рисунков, которые я сделала акрилом. Они мне не нравятся, но тем не менее, раз нарисовала, нужно показать. Это домик, который находится прямо на природе. Столько тут зелени, деревьев. И снизу как бы спускается тропинка, дорожка к небольшому озеру. Мне тут нравится, как сделаны облака. Если издалека смотреть, то довольно симпатично. Дальше это прям совсем легкий рисунок. Это типа такой райский остров. Мальдивы, так как я купила новые акриловые краски, которые, кстати, мне довольно-таки нравятся. Они укрывистые. Показывала в последних покупках канцелярии от Art Creation. В общем, я как раз их пробовала. И третье это собака. Тоже сделана акриловыми красками. Это должна была получиться собака породы Корги. Но у меня получился какой-то дворняга. Я вообще шерсть не умею прорисовывать. И поэтому не могу сказать, что рисунок мне нравится. Но тем не менее, для меня это что-то новое. И я все равно стараюсь часто рисовать животных, потому что нужно учиться. Дальше акрилом я сделала такой типа новогодний венок. Но здесь вообще непонятно, что это еловые ветки. Единственное, что мне тут нравится, это текстура дерева. Как я изобразила дерево. А сам венок, ну так себе получился. Я еще буду его доделывать. К счастью, акрил можно несколько раз перекрывать. Еще акрилом уже я вам показывала. В видео, где я рисовала одним цветом челлендж. Я там показывала этот рисунок. Это мой вообще первый портрет. И как ни странно, это портрет, свой первый портрет я написала акрилом. Делала я где-то 4 часа этот рисунок. С перерывами, естественно. Потому что больше всего времени я потратила на проработку кожи. На замешивание разных оттенков. Где-то потемнее, где-то посветлее. Кстати, шея немножко отличается цветом. Но мне кажется, вполне вписывается. Фон, волосы и украшения я сделала минут за 20. Дольше всего я прорабатывала глаза и цвет кожи. И мне вообще очень нравится. Это такая монголка. Когда я показывала этот рисунок, все сказали, что это, наверное, монголка. Мне очень нравится, как выглядит акрил. Очень хорошая, интересная, плотная краска. Акрилом я рисую на обычной акварельной плотной бумаге. Которая без явной текстуры. Единственная вот эта вот работа, она была на холсте. Потому что в июне я буду больше практиковаться и рисовать акрилом только на холсте. Так как нужно набирать тут плотнее краску. И тут есть очень интересный эффект. Конкретно тут эффект песка. Дальше работа акварелью. Я хотела сделать тут небольшой архитектурный пейзаж. Хотела тут добавить Петропавловскую крепость. Но я сделала в итоге только фон. И, возможно, я когда-нибудь закончу этот рисунок, сделаю тут крепость. Потому что бумага классная. Здесь 300 грамм плотности. Я очень много воды добавляла. Пробовала делать красивые разводы. И меня очень порадовала бумага. Дальше бумага ручной работы индийского производства. Я уже вам ее показывала в покупках. Она довольно интересного такого формата. Как будто бы ее кто-то погрыз. И мне очень нравится ее текстура. Шершавая. Я здесь нарисовала две птички. Около фонарика сидят. И такой немножко зимний рисунок. Может быть, для Майя он не подходит. Но мне очень понравилось. Потому что на этой бумаге очень красиво цвета друг с другом смешиваются. И можно добавлять очень много воды. Потому что бумага плотная, хорошая. И также в своем новом скетчбуке на черной бумаге я пробовала рисовать акварелью, которую мне подарили блестящей. Кстати, меня не порадовала эта бумага. Так как она, наверное, подходит для цветных карандашей. Это я просто пробовала краски новые. Воду она вообще никак в себя не принимает. Может, еще вот акрилом как-то можно на ней рисовать. Но так скетчбук меня не порадовал совершенно. Вот. Еще плюс, так как краски были новые, я училась их набирать на кисть. Такие блестящие краски набираются плохо на кисть. И нужно тоже меньше воды добавлять. Поэтому я так экспериментировала с цветочками. Но так-то нормально получилось. И третий рисунок нарисовала, можно сказать, сегодня. Когда записываю это видео. Это лаванда в горшочке. Это уже была импровизация. Я решила попробовать акрил пастельных оттенков. Рисовать только им. И также на фон добавила тоже лаванду и точечки. Мне кажется, получилась довольно-таки интересная композиция. Потому что просто горшок с лавандой смотрелось бы не так интересно. В мае я нарисовала свою первую работу по дереву акрилом. Это был енот в шапочке с шарфиком. Очень милый енот. И на самом деле мне очень понравилось рисовать по дереву. Я сначала загрунтовала эту дощечку. А потом просто грунт подсох и я начала рисовать. Было очень приятно рисовать по этой текстуре деревянной. Мне понравилось. Так что буду обязательно еще рисовать по дереву. Я купила себе три дощечки. Изначально как бы боялась, что ничего не получится. Но вроде бы получилось неплохо. Конечно, можно было бы побольше сделать енотика. Но для первого раза сойдет. Это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите такие видео каждый месяц. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok